Все меня бесит. У меня случилось выгорание, депрессия, я не знаю, как это назвать. Покупить машину. Ага. Это бизнес-класс. Пойдем в завод. Ну, так себе. Лучок такой сегодня. Гулять, а еще вкусняшки. Дорогие мои, всем снова большой-большой привет. Как ваше настроение, как ваши дела? Я предлагаю сесть вам поудобнее. Не знаю, утро у вас, день или вечер. Взять чашечку кофе, капучино какой-нибудь, что вы любите. И просто с удовольствием посмотреть этот домашний, простой блог. Это видео будет о том, как я живу в Ереване. Сегодня у меня выходной день. И сегодня я планирую с утра пойти на шоппинг в Зару. Да-да-да, здесь есть Зара. И вечером у меня маникюр и ресторан. Вместе со знакомой моей. С утра я уже позагорала. На балконе я здесь загораю. Здесь потрясающее солнце. Сейчас в Москве, я знаю, очень, не очень погодка. Но здесь плюс 30 каждый день. Но я уже хочу осень. Хочу носить пальто, сапоги. Потому что я уже устала от жары. Я не была в Москве. Как обычно, масочка с утра. После. После загара. Вообще, люблю маски Дарлинг. Очень сильно. Я пользуюсь масочками где-то, ну, раза три в неделю точно тканевыми. Мне нравится. Но пользуюсь только Дарлинг. Остальными не пользуюсь. Ой, интересно, с такой на улицу можно выйти? Что про меня подумают, если я выйду так на улицу? Киви, как ты думаешь? Сейчас мы с вами будем завтракать. На завтрак. У меня вообще не блогерский завтрак, чтобы вы понимали. Сырник оставшийся. И йогурт, который мне дали в самолете. Когда одна, я вообще не могу готовить себе. Чтобы вы понимали. Я ленюсь это делать, но я не вижу смысла какого-то. Вот дома я люблю, и то нет. Когда одна, вообще без Макса не могу готовить. Максу, да, на завтрак делаю часто. Очень разные интересные вещи. Ну, как интересные. Омлет он любит. Такой, знаете, английский завтрак. Или авокадо-тосты. Я их тоже люблю. Вот я только их ем, остальное, как бы, никак. Яйца вообще в последнее время перестала любить. Не знаю, с чем это связано. Ой, ты господи, что за булка? Где у тебя рыбка? Киви, где рыбка? Пойдем рыбку возьмем. Пойдем. Вот рыбка. Вот рыбка. Молодец. Расскажи всем, как у тебя дела, моя дорогая. Нас постригли в Ереване, как пуделя. Но сейчас еще это отрастается. И я вот люблю, когда она зажарошая, такая красивая. Да, Кивочка? Кивочка, как у тебя дела? Как у тебя дела? Ты кушать пойдешь? Кушать, а гулять? А вкусняшки? А гулять? А еще вкусняшки? Что хочешь? Или кушать пойдем? Может, кушать все-таки? Ты моя гуночка. Так, ну все, я выезжаю. Лучок такой сегодня. Что я тут делаю? Я здесь работаю. Просто провожу время. То есть в основную часть, что я сюда переехала, это работа. Работаю с детьми, помогаю развивать художественную гимнастику в Армении. У нас в воскресенье уже соревнования с детками. Вам обязательно их сниму, покажу. А так, что рассказать про Ереван? В этом видео все буду рассказывать. Одно скажу, жарко. Пока жарко. Хотела сказать большое спасибо вам за обратную связь, за то, что вы поддерживаете меня. Пишите, что YouTube это мое. Я думаю, что все равно нужно учиться монтажу и вообще всему на YouTube. Это очень сложно, но я хочу. И очень рада, что вы у меня такие прекрасные. Я еду в Заро, в торговый центр. Сейчас вам покажу, что я там присмотрю себе, найду, потому что я хочу еще посмотреть для себя какие-то платья, что-то интересное для Мальдив, так как мы улетаем в свадебное путешествие, в медовый месяц на Мальдивы. И весь октябрь у нас будет еще жарче, чем, мне кажется, все лето. Поэтому до встречи в Заре! Поехали! Пока жду такси, расскажу вам, где живу. Живу я в районе Зайтун. Это чуть выше центра. В целом тут не так много хороших районов. Нужно выбирать, если вы собираетесь приехать в Ирваны или там снимать квартиру себе. Мне нравится, где я живу, и Зайтун 2 еще. Мне нравится Царапхахбюр. Это где я тренирую. Улицы, так называются, там отличные дома, новые постройки, где Газпром-школы, Газпром-арена. Также центр. Потрясающий, очень много вкусных кафешек. Вот сегодня как раз я пойду в одно из моих самых любимых мест. Называется Экстра Вирджин. Сейчас я вам покажу. Это бизнес-класс. Кстати, в Армении, особенно в Ереване, очень удобно пользоваться такси и Яндекс.Достаткой, потому что здесь работают русские карты, и также можно заказывать в обычном предложении Яндекс.Такси. Мне кажется, это очень круто. Через 500 метров поверните налево на плиту Аркишти. Все, я приехала в Далму. Это торговый центр, самый большой, в Ереване. Ну что, пойдем в Зару? Здесь мне очень нравятся коллекции, и вот в Ереване Зара нравится. Она же все равно отличается в разных странах. Но здесь прям очень похоже на русскую Зару, которая у нас была. Вот. Сейчас пойду что-нибудь себе искать. Забрала себе самую большую примерочек. Спасибо очки. Ну, так себе. Конечно, прикольная мода вот эта на деним. Но верх мне не нравится как-то. Не очень. Ой, мне очень понравилось. Вот этот образ. Юбка-шорты. И такая вот рубашка. Очень симпатично смотрится, мне кажется. Ну, очень красивое платье по фигуре прям так. Я, наверное, XS возьму, потому что у меня немножко оно большевато. Ну, вот здесь вот. Ну, блин. Прямо мальдивы. Так, ну, я переместилась в другой пример, что этот цвет лучше. Ну, вот это беру просто. Мальдивы. Да? Ну, вообще в целом классно на лето. Как-то лето заканчивается, Жень. Но ничего, оно у меня до ноября будет. Класс. Это точно берём. Ещё такое платье. Очень-очень красивое, женственное. Мне кажется. Его, думаю, можно носить даже с пиджаком, с кожаной курткой и с сапогами высокими даже в Москве. Мне кажется, очень красиво. Ну, всё. Я купила два целых новых образа на мальдиве. Купила всё чёрное. Не знаю, почему-то белую рубашку, белую юбку, шорты. Я сомневалась. И то платье в другой примерочный казалось не таким. Короче, я всё чёрное взяла. Не могу. Мне постоянно нужно что-то новое. Девушки, у кого такая же проблема? Мне Макс ходит за 10 лет в одном и том же. 10 лет. Рубашки, это из 2003 года. 16 лет. 16 лет. А мне нужно каждый раз новое. Новая поездка, новые образы. И ничего, что я летаю каждую неделю. Села покушать. Буду сейчас клап-сэндвич есть. Хотела заказать пасту, но потом поняла, что вечером идут в итальянский ресторан. Обожаю картошку фри. Кто такой же. Ну что, дорогие мои, вы готовы? Сейчас покажу, как Кири меня встречает ночью. Я не знаю, что на неё подписаны. Держи, держи. Что на неё подписаны на инстаграме, уже видели. Кто это? Кири. Господи. Господи. Что это за ребёнок? Что это за ребёнок? Спасите, помогите. Пойдёмте, мой дорогой. Ах, так любят. Вот так мы выезжаем на маникюр. Никак без меня. Кири. Пойдём домой? Всё, всё сделали. Можно идти. Да? Пойдём? Маленькая Италия. В сердце Еревана. Пошли вкусно-вкусно кушать. Ну просто вау. Маленькая Италия. 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 Она будет видеоблогером. Ой, какая-то прическа. Это за вас, друзья. Ну ладно. Мы очень красивые в центре Еревана. Все у нас красиво. Интервью Евгения. Почему понравится Ереван? О, лично мне нравятся эти вопросы. Здесь вкусно. Здесь потрясающие душевные люди. Здесь классные вайпы, атмосфера. И вообще, я советую всем прилететь. Идя к нам. Выпьем за это. Кушать, кушать. Мы так же поворачиваемся на эти слова. Мы пить пошли. Все. Возвращаемся домой. Сегодняшний день, сегодняшний выходной. окончен. Завтра вставать рано на работу. Как вам мой маникюр? Уже, наверное, увидели. И я очень рада, что она наконец-то не на руках. Сегодня весь маникюр. Весь вечер, ужин просидела на ручках. Всем еще раз большой привет. Я приехала в бассейн. Называется Jellyfish. Это лучший, мне кажется, бассейн. Как бы такой summer, не знаю, place в Ереване. Вот пока сейчас есть в ресторане, хочу покушать. Вот там вот бассейн с такой бирюзовой водой, как на Мальдивах. Ту подругу, и мы пойдем загорать и плавать. У меня сегодня половина дня свободно. Первой половине я отработала уже. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Итак, Евгения, вы сейчас находитесь в потрясающем месте. Расскажите, где вы? Я уже рассказала. А, ну понятно. Блин, так, понятно. Евгения, да, у меня... Так, погоди. Евгения, у меня к вам вопрос. Почему вы выбрали именно этот бич-клаб? Ну, вообще здесь очень круто. Очень. На самом деле здесь просто... Нас угощают фруктами. Нас угощают фруктами. Реально, вот посмотрите. Просто мы красивые сонни, поэтому нас угощают фруктами. Здесь такая музыка, не знаю, классная. Атмосфера. И что, здесь очень крутая, как сказать, локация. Мне кажется, удобная. Да, мне кажется, атмосфера не похожа вообще на Ереван. Это больше... Ереван, несут какую-то... Да нет, давай гостей. Борю, локация удобная. Мы забирались туда сошли. Ну, очень удобная. Нет, если к Живеру вы прилетели только в Ереван и сразу же хотите отдохнуть, это, кстати, опция специально для вас. Это такая музыка модная. Тут классный контингент людей. И еще похоже что-то, не знаю, как с нагрессой, да? На Мико. Да-да-да. И всегда вкусно. Практически все вкусно. Вкусно. Бургеры, пицца, еда, напитки. Вообще классно. Просто топ. Чтобы все знали, какая есть красивая София. Во, вот так красиво. Всем доброе утро или день или ночь. Смотря когда вы меня смотрите, у меня утро, день третий. День третий влога. Я вот такая вот, в таком вот образе. Говорила вам о том, что у нас соревнование в воскресенье. Так вот, воскресенье настало. Я уже собралась. Ничего не завтракала еще. Хочу выехать пораньше, чтобы купить себе кофе. А еще у меня вылез керпес простуда. Какое приятное утро. На самом деле, очень давно его уже не было. У меня раньше, когда я тренировалась, очень часто он вылезал, видимо, из-за иммунодефицита. Из-за того, что очень много было нагрузок. И иммунка очень была слабая. Но я сейчас, на самом деле, не расстраиваюсь. Почему? Потому что я рада, что это все вылезло не на свадьбу. Если это вылезло сейчас, то это еще где-то полгодика ждать не придется. Я сегодня вот в таком образе. А еще у меня каблуки. Но сейчас вместо них белые тапочки. Вот такую себе прическу сделала. Только это должно быть чуть выше, но... Мне кажется, очень неплохо. Люблю зализанные прически. Пожелайте нам удачи! Женя, это твое не первое соревнование в Армении. Как настроение? Все супер отличное. Я с детьми. Как вы видите, у меня не отчаиваюсь. Очень красиво нам расцветилась. Блин, на самом деле, похоже на то, что в Армении гимнастика стала развиваться. И внутренние турниры проходят. И это, кстати, мой третий турнир, получается, в качестве тренера, да? Первый был здесь, второй в Дубай. И третий снова здесь, видите? В качестве тренера Армении я хочу тебя поправить. Да, в качестве тренера Армении. Дай бог, что дети выступят сегодня хорошо. Но это, кстати, знаете, я всегда думала, что это не так волнительно, когда ты тренер или когда гимнастка. Потому что когда гимнастка все равно, у тебя такая большая ответственность. А когда ты ходишь и выводишь гимнастку как тренер, это на самом деле тоже очень тяжело. Как думаешь, волнуешься больше ты или гимнастки? Гимнастки. Точно? Как боевой дух? Нормально, нормально. Сегодня все так будет. Я думаю, спокойно внутренне, потому что сарм, поэтому все будет спокойно. Все улучшено. Все улучшено. Ну что, соревнования прошли. Прошли достаточно удачно. Мои дети выступили достойно. Можно и лучше, но нет предела совершенства, как говорится. Хотела вам сказать, что я уже побыла на завтраке в прекрасном месте Де Анджело. Это мое любимое кафе для завтраков. Когда всем жарко. Ну, я хотела сказать о том, что буквально на днях я просто пришла с работы, и во время работы я чувствовала себя отвратительно. У меня случилось выгорание. Депрессия, я не знаю, как это назвать. Просто в один момент, как будто все становится плохим, ничего не хочется. Ты чувствуешь себя, киви, чувствуешь себя одиноко. Еще мне смеет, мне свой не нравится. Хоть я и без всего, но у меня простуда вылезла. В Ереване у меня никого нет, я здесь одна. И, конечно, это бывает порой сказывается на моем состоянии. Потому что Макс в Сочи, мама с папой в Чебоксарах, друзей у меня здесь особо нет. Ну, и долго находиться мне здесь тяжело, честно вам скажу. И я устала. Поэтому ничего не снимала для вас. Не знаю. Надеюсь, это пройдет. Вот кто со мной, кто меня радует. Ну, вы уже видели. Ну, при людях нельзя целоваться в Киеве. Что я могу сказать? Вот у меня сегодня выходной. Я сижу дома. У меня два выходных было даже. Вчера и сегодня. И хотела улететь в Сочи, но не вышло. Потому что билеты стоят невероятно огромное количество денег. Может, даже Макс психанул хотел взять, но я его предостерегла. Потому что, ну, это нецелесообразные траты. Почти, чтобы вы понимали, лететь до Сочи не от Еревана 50 минут. 50 минут, да? Билеты стоили туда-обратно 50 тысяч. С летаниями просто на два дня. На выходные. Вот. И мы решили, что это не стоит этого делать. Поэтому я провожу время дома. Да, я, Женя, Ливанна, которая не любит сидеть дома, проводит время дома. Вообще ужас. Вчера, кстати, посмотрела на одном дыхании сериал «Захватывающий рейс». Или как это? Не помню. Прикреплю себе фотографию. Я думаю, что кто-то смотрел. Мне очень понравилось. Семь серий я посмотрела на одном дыхании. А сегодня занимаюсь вопросами по свадьбе. Их очень много. Это кажется, что уже вроде бы все сделано. Но столько нужно всего еще доделать. Столько у меня интересных идей в голове. Их нужно реализовать. Для этого нужно очень хорошенько поднапрячься. А также очень много вопросов по турниру, который я сейчас решаю. Мой турнир вот здесь. Сейчас покажу вам афишу. Будет в Чебоксарах впервые в моем родном городе. Я тоже как бы переживаю. Хочу, чтобы все прошло на высшем уровне. Хочу пригласить главу государства. Хочу пригласить таких известных людей в этом округе. Чтобы они увидели, что художественная гимнастика развивается. И я хочу ее развивать в моем родном городе, в моей родной республике, где я родилась. Конечно, хочется улучшить условия для гимнасток в этом регионе. Надеюсь, у меня это получится. И помимо свадьбы, еще я снимаю контент на YouTube для вас. И в Instagram, и в Telegram. И у меня, короче, произошло вот выгорание. Но я думаю, что ничего, все нормально. Я здесь до 14 сентября в Ереване. Улетаю 14. И у меня просто будет бега. И сейчас бега. Сейчас просто бега на расстоянии. А в Москве... Представляю. Ладно. Сейчас жду еду. Заказала покушать. Я кушаю очень мало в последнее время. Мне кажется, я похудела. Не взвешиваюсь уже очень давно. У меня была раньше больная тема с весами. Я постоянно взвешивалась. Это от спорта, естественно, пришло. Вот эта болячка меня раздражает. Короче, все меня бесит. Знаете, вы такие не одни. Что же, Женя тоже иногда выгорает. И у нее тоже не всегда хорошие дни бывают. Хотя все хорошо вроде бы, знаете. Дай мячик. Быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 давай. Дай. Дай. Вот чем мы занимаемся. Такая-то смешная киви с этим мячиком во рту. Беги. Она так смешно бегает. И что? Что мне с ним делать? Надо замедлить ее бег. Ты где такая булка сладкая? Пип. Кожаные носы. Дай мне. Дашь? Господи, ты кто такая сладкая? Что ты застыла? Всем большой привет. У меня утром. У меня пока сонное время. Восемь в сорок утра. Сегодня выходной. Я кушаю. Пытаюсь как-то себя привести в порядок. У меня не получается. Сегодня я еду в отель. Депрессия ушла. Можете меня поздравить. Прошло где-то три дня. Вот. Сегодня еду в отель. У меня выходной, чтобы развеяться. Отель называется Амберт. Мне его очень многие советовали. Тот, кто здесь живет. Сказали, очень красивый, классный. И вообще люди там реально восстанавливаются. Мне нужно просто переключить фокус внимания. Так что... Мой must have. Это молоко без лактоза. Это беспроцентное. Беспроцентное. И хранолог без сахара с культеином. Очень вкусное. Оно еще ореховое. Все. Пойду собираться. Думаю, вот что брать. Один день всего лишь там же буду. Буду думать. Ну что, все. Мы поехали. Киви я, как обычно, оставляю в прекрасной семье. И сама уезжать. Да, тебя, Киви? Надо друг к другу отдохнуть. Какая красота. Просто вау. Просто такой ущелье. И там такой обрыв. И вот такая... И вот церковь. Очень-очень красиво. Название я лучше вам здесь напишу, что это за место. Обязательно сюда надо съездить. Вот сам отель. Такая красивая территория. Территория. Там бассейн. Все, я пришла загорать. Потрясающее место. Сейчас я вам покажу еще бассейн. Какой здесь. И надеюсь, что завтра будет вид классный на Арарат. Потому что очень часто в Армении образуется дымка. Не знаю, в связи с горной местностью. И вот часто не видно Арарат из-за дымки. А тут просто вот он должен на ладошке лежать. Сейчас покажу. И вот там должен быть Арарат. Хочу показать вам номер. Номер вот такой вот уютненький. Очень приятный. Чистенький. Вот это вот вообще просто меня встретили. Ну, блин. Вот так приятно. Вот отель называется Амберт. Советую, кто будет в Ереване. Тут хороший бассейн. Вкусно. И вот такая вот терраса у меня. С видом на Арарат. Вот там Арарат. Но его сегодня из-за дымки не видно. Красиво. Очень. Очень-очень. Я уже загорала. Помылась. Хочу сейчас немножко отдохнуть. Вот, не знаю, думаю пойти в ресторан на обед. А в то же время не очень хочется. Думаю, до ужина потерплю. И пойдем на массаж. Кайф, да? Ни одна моя поездка, и вообще, когда я куда-то выезжаю, хоть даже на ночь, не обходится без этого крема для тела. Девочки, вот просто моя большая рекомендация. Скриньте и покупайте обычный крем за 450 рублей в золотом яблоке. Но он нереально питательный. Я когда съездила в Таиланд и приехала домой, я безумно обгорела. И у меня кожа просто вот слезала. У меня давно такого не было. И этот крем единственный мне помог. Правда. Хоть как-то напитать мою кожу, чтобы у меня меньше она облизала. И сейчас я просто с ним не расстаюсь. Когда он есть в наличии в золотом яблоке, я просто по 10 банок закупаю сразу. Но нет, он правда не сравнится даже с кремами за 5000 рублей. Ну, вот честно. Я очень вам советую. Вот такой тут ресторан. Вот мой ужин. Я сгорела немножко сегодня. Все, буду кушать. Приятного мне аппетита. Обожаю этот звук. Доброй ночи всем. Всем доброе утро. Я проснулась в отеле, спала. Ну, нормально. Не могу сказать, что прям вам. Но ничего. Очень было жарко. Опять нет кондиционеров. Я не понимаю, почему нельзя поставить везде кондиционер. Вот в Ереване жара такая летом. И без кондиционера все живут. Ну, как вы это делаете? Такое вот. Тихо, тихо. Послушайте. Послушайте тишину. Ну что, все. Я думаю, на этом блог из Еревана стоит закончить. Ровно через неделю я уезжаю в Москву, улетаю. И остается полмесяца до свадьбы. И еще у меня турнир скоро. Надеюсь, что этот влог, это видео вам понравилось. Обязательно пишите комментарии, мои дорогие. Мне они безумно помогают и очень мотивируют. И, конечно же, подписывайтесь на меня. И в Инстаграме тоже, если кто не подписан. Вот сейчас здесь свой Инстаграм покажу. Все. До скорых встреч. Следующий влог будет из Москвы. Все. Пока-пока. Пока-пока.